за минском получается третье кольцо километров 15 примерно за минска вот так построили не так давно его лет наверное уже 5 или 7 примерно расстояние преодолел где-то около 7 километров до этого места средняя скорость была у меня 35 километров максимальная развивает 40 ну максимум что я разгонялся 42 с моим весом а вес у меня около 100 килограмм дальность езды коза заряд аккумулятора хватает если по документам до 40 километров не проверял конечно ну вот 7 километров проехал в одну сторону я буду ехать обратно еще получается около 7 то же самое 7 километров и в итоге будет 15 тот раз проехал 10 вот так увеличиваю потихоньку дистанцию здесь хорошо везде асфальт а на этой бетонной дороге не так много машин все равно она разгружает немного вторую кольцевую смотрите какая дорога класс асфальт лес здесь самокататься и вот расстояние от моста я преодолел здесь километра полтора наверное буквально за пару минут здесь можно разогнаться до максимума 40 километров с горочки вот 42-43 а общая поездка получается 24 минуты я проехал ту сторону 7 километров и обратно буду ехать но в итоге получится 15 километров но минут 35 примерно так плохо что на ходу нельзя но неудобно это что нельзя неудобно снимать вот у меня телефон если была бы камера куда закрепить примеру на голову нашлем или куда-нибудь сюда но увы так не получается пробовал снимать но вы увидел наверное уже увидели неудобно но максимум скорость была километров наверно 12 опасно тем более хотя бы чтобы ручки были они такие более надежные потому что они складной механизм и немножко все-таки у них шапка есть скажу так что не совсем комфортно таких мягко сказано ходила и в этом лесу много раз металлоискателем монет всего нашел наверно около 10 штук примерно это в основном ранее советы были даже 50 грошей 23 года не ошибаюсь поздних пару монет но основном ранее совета это вот довоенные если раньше были хутора и те где горка там дальше еще потом здесь ближе к лесу точных мест не знаю но там-то точно воды где вот эта горка и за ней там еще есть такая насыпь тому покопать конечно домовой яме можно было много чего найти хотя не факт может быть уже копали до минска недалеко видите он вдали иванчай по всему лесу практически идет ну конечно в глуши он не будет расти в тени а у сана он любит вот такие места открытые там дальше так вообще целые плантации постоянно собираю справа если слева и он сейчас уже все отходит можно встретить немного но установить и он такой уже получается пух пошел у него все конечно уже для заготовок это ну никак не пойдет как зарастает лес просто получается вырубали его здесь болеет он карает его точит и много очень вырубили правда посадили елки и сосны растут что-то прижилось что-то нет но но мы через лет я думаю 10-15 будет опять лес смотрите какое дерево высохла все его бы срубить срезать он второе почему у них так такой ствол и без веток не знаю и кстати немного по подвеске тот раз я рассказывал что жесткая на пути красивая видите две пружины впереди сзади амортизатор такой красивый но все-таки толк от нее есть да она немного туговатая но я приезжал по ямам она все-таки эффект какой-то от нее есть полезный грабина вот так прилетело время недавно была зеленая уже вот видите и осень не за горами август месяц практически середина будем считать испытания на 15 километров электросамокат выдержу следующий раз поеду в одну сторону но может быть не 20 километров 15 и обратно 15 чтобы в общем было 30 ну и конечно чтобы обратно его не тащить напомню это сенатор впереди амортизаторы сзади сигнал фара стопак ну и плюс оборудование все тормоза задние передние все присутствует да и чуть не забыл посмотрите уровень зарада одно деление ушло проехал 15 километров я думаю 30 он выдержит ну и сигнал вот какой отец